Друзья, привет! Hi! Мы с вами продолжаем серию уроков «Английский язык для начинающих уровень Beginner». То есть, совсем начальный уровень. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей? Thanks! Спасибо! И действительно, также вы можете посмотреть весь плейлист именно для данного уровня. Рекомендую. Смотрите первый урок, второй. И также следующие, последующие уроки. И также можете смотреть и другие уровни. Вообще, на самом деле, мне кажется, чем больше вы просмотрите видео, тем больше считается какой-то накопительный эффект в результате. А как вы помните, в том уроке мы с вами разбирали слова, мотивация для изучения английского языка и проходили с вами алфавит. Алфавит. И также, помимо того, что мы с вами повторили алфавит, мы с вами еще разобрали слова. Очень важно знать английские слова. У нас с вами есть очень хороший как раз плейлист. Есть лично английских слов. В принципе, там все очень подробно. Также у меня есть другая идея. Именно сделать плейлист для начинающих по темам. Потом даже для среднего уровня и, конечно, для уровня advanced. Only in English. Только на английском языке. Я думаю, это будет очень интересно. Но, конечно, если вы поддержите, то мы скорее к этому приступим. Итак, давайте посмотрим урок 2. Самое время поговорить про артикль в английском языке. Смотрите, какие артикли вы знаете. Неопределенный артикль. Э или Н. Ну вот, смотрите. Слово, к примеру, компьютер. Вот есть такое правило. Запомните. Не знаю, можете даже записать, что если у нас существительное в единственном числе, существительное в единственном числе, видите, да, как раз все подходит к компьютеру, компьютер, существительное, это единственное число, то мы с вами должны ставить артикль. И, соответственно, давайте с вами поговорим про артикль Э или Н. По-другому это называется неопределенный артикль. Соответственно, что мы ставим Э или Н? Правило, я думаю, вы знаете, что если слово начинается на гласный звук, то Н. Если Э, если на согласный звук, то Э. Компьютер. Значит, звук К. К это согласный, поэтому Э. Э компьютер. Э компьютер. Там учитель. Значит, учитель, вы знаете, как будет, это teacher. Получается, Т это согласный звук Э, teacher. Далее, следующие слова. Например, вы хотите сказать слово apple. Apple, яблоко. Яблоко, значит, это согласный звук Э. Получается, an apple. An apple. An apple. Далее, там, например, такое слово, как инструмент. В принципе, несложно догадаться значение. Инструмент. Инструмент. Видите, И. Это гласный звук, поэтому N. An instrument. An instrument. Далее. Следующий пример. Какое-нибудь интересненькое слово вспомним. Достаточно, может быть, банальное, но тем не менее. Channel. Channel переводится канал. Например, канал English Galaxy. Channel English Galaxy. Соответственно, просто канал. Channel получается A channel, потому что T channel. Channel. Это согласный звук. Видите, все просто, предельно просто. Мне нравится все, когда мега просто, предельно просто. Итак, артикль Э или Н. Э перед гласным. То есть, например, Э перед согласным, Н перед гласным. То есть, самое проще запомнить, что Н перед гласным звуком. Все. Н перед гласным звуком. A computer, a teacher, an apple, an instrument, a channel. И иногда также спрашивают такой вопрос. Ну, хорошо, мы все поняли, а что такое гласный звук? Что такое гласный звук? Это А, О и так далее. Но чтобы путаницы не было, вот перед вашими глазами. Э, соответственно, И, Ай, О, Ю. Это гласный вообще в английском языке. Это гласный в английском языке. И вот давайте действительно посмотрим. Вот вам такое задание, чтобы не расслабляться. Придумайте какие-нибудь слова, начинающиеся на как раз данную гласную. Мы с вами это сделали вместе, но вы обязательно дополните. Думаю, здесь можно много чего сказать. Ну, смотрите, мы с вами привели пример, да. Apple, яблоко, и сказали an apple. Далее, э, э. Есть такое слово, как egg, egg, egg. Egg переводится яйцо, egg. Далее, I, idea, получается an idea, an idea. Также был такой вопрос, как правильно читать английские слова. На самом деле есть разные методики, есть разные подходы, но здесь на самом деле нет никаких универсальных правил, потому что если это все вникать, не знаю, голова кругом, потому что я лично не знаю, никакими правилами не руководствую. Здесь просто нужно смотреть, запоминать, и эти слова не простые. И в английском языке, как правило, управляются простые слова, будете их встречать, новые слова, и вы их легко запомните. То есть, иначе просто говорю, голова кругом. Ну, это на самом деле вот такая моя методика, мне кажется, она достаточно успешная. Итак, an apple, an egg, an idea. Ну, если вам действительно хочется посмотреть какие-то закономерности в чтении, то можно сделать видеокурс. Это не проблема, no problem. Итак, an idea. Ну, или о. О. Какое слово на о мы с вами можем придумать, если это существительное? Ведь мы с вами помним, что артикль ставится перед существительным. Давайте подсказывайте, что еще может быть. У нас, если не ошибаюсь, было слово opportunity. Opportunity – это была возможность. Opportunity. Соответственно, получается an opportunity. An opportunity. И you. Например, здесь что мы с вами скажем? Если в значении umbrella. Umbrella. Получается an umbrella. An umbrella. Давайте с вами еще раз повторим. An apple, an egg, an idea, an opportunity, an umbrella. Окей? Мы с вами записали буквы, как вы помните. Э, И, Ай, О, Ю. Но здесь следует сделать поправочку, что именно артикль ставится N, если это не буква, а как звук. Гласный звук. Соответственно, А, Э, И, О, У. То есть, именно, смотрите, здесь еще, на самом деле, важный момент. Об этом многие как бы забывают, но мы с вами все как раз хотим изучить максимально правильно. Поэтому, смотрите, именно это не буквы. Мы с вами произвели их как буквы, да? То есть, мы повторили там. Эй, И, Ай, О, Ю. Если это звуки, то А, Э, И, О, У. В принципе, предлагаю сделать курс про отношения в английском языке для начинающих или для продолжающих. Мы с вами можем подробнее разобрать также транскрипцию. Смысл вот в чем. Что если у вас звук Ю, там Ю, первое начинается Ю, то здесь у вас идет артикль именно Э. Получается, смотрите, university. Э, university. Э, university. Здесь есть звук Ю, то есть считается, что это к этому не относится, потому что здесь есть такие только звуки А, Э, И, О, У, А, Ю. Вот здесь у вас Е, то есть начинается на и краткую звук. Это важное правило, смотрите, об этом многие не знают, забывают, но вы обязательно запишите или запомните такое правило, что если начинается слово, существительное на Е, то это в английском языке согласное, и, соответственно, вы должны использовать Э. Получается, Э, university. Э, university. Там Э, union. University это университет. Получается, Э, унин. Это союз. А вот, например, слово энэмбрелла. Амбрелла. Вы говорите ЭН, потому что звук А. Энэмбрелла. Ну и если Е, Е, то, соответственно, вы используете Э. Э, university. Э, унин. Энэмбрелла. Вот это важное правило. И, на самом деле, еще какие-то часто ошибки делают. Вот говорят, что артикль ставится, если слово начинается... Смотрите, как часто говорят, артикль ЭН ставится, если слово начинается на гласное. Верное это неверное. Но давайте, это не совсем так. Вот смотрите, например, слово house. А, нет, в принципе, здесь все правильно. С house все понятно. Это здесь звук Х, поэтому a house. А вот другое слово, смотрите. Получается, our. Our. Смотрите. Здесь вы смотрите не на написание, а на произношение. То есть, смотрите, ну, первое там слово понятно, house. Читается, х произносится a house. А второе, our. H, буква H не произносится. Our. То есть, это согласный звук. А правило, что если у вас начинается существительный на согласный звук, то вы должны поставить n. Потом говорим an hour. An hour. Получается, an hour это час. An hour это час. То есть, смотрите, еще раз. Значит, мы с вами записали, что, значит, n ставится, если начинаются на следующие звуки. А, Э, И, О, У. Мы с вами привели примеры, an apple, an egg, an idea, an opportunity, an umbrella. И с вами запомнили, что если Е, то это согласное в английском языке. И мы говорим Э, A university, A union. Если звук А, например, an umbrella, то мы используем именно Н. То есть, мы смотрим именно не на правоописание, а на звучание. И тому пример, видите, house, H, согласный звук, поэтому A house, an hour. Звук гласный, hour, поэтому получается an hour. Но, на самом деле, ничего здесь сложного нет. Когда вы будете много разбирать различных предложений, текстов, в том числе на данном канале, вы легко запомните все, где n, где e, но само собой разумеется. В принципе, все просто. Правило простое. Давайте я сделаю небольшое упражнение. А, ну еще мы с вами должны кое-что записать. Значит, артикль ставится, вы записали перед существительным, если это единственное число. Но, 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 вы должны записать, что артикль не ставится, если это неисчисляемое. Неопределенный артикль не ставится, если это неисчисляемое. Например, получается, дайте с вами такой подголовчик, запишем countable, это исчисляемое, и uncountable, неисчисляемое. Countable и uncountable, это неисчисляемое. Countable, что можно сосчитать, например, lesson, да, получается one lesson, один урок. One lesson. One lesson, а это один урок. Два урока, мы с вами скажем two lessons, two lessons. И, соответственно, это исчисляемое, мы можем посчитать one lesson, two lessons, и поэтому можно сказать a lesson, урок. А вот, наверное, слово вода, water. Мы с вами не можем сказать там одна вода, две воды, мы так не можем сказать, поэтому это неисчисляемое, артикль не нужен, то есть мы не ставим. Давайте еще раз разберем пример. Значит, lesson мы с вами посмотрели. Book, да, книжка. Получается, one book, одна книга, one book, две книги, two books, two books, one book, two books. И получается, соответственно, a book, это исчисляемое. И такое замечательное слово, как love. Love означает любовь. Как мы там, одна любовь, две любви, как так не говорят, поэтому артикль не ставится. Это очень важный момент. Давайте с вами еще раз повторим. Итак, countable, исчисляемое, и uncountable, неисчисляемое. Countable, да, вы можете повторить. Countable. От глагола count считать и uncountable. Uncountable, неисчисляемое. Итак, one lesson, two lessons, a lesson, one book, two books, a book, uncountable, water, love. Окей? И давайте с вами сделаем интересное упражнение. То есть вы запомнили, когда э, когда эн. Самое главное знать, какой звук согласный или гласный. Смотрите, у нас был с вами первый урок. Вы помните? Давайте вспомним эти слова. И заодно вы подумаете, какой артикль ставить. То есть еще раз, как вы выбираете? Вы смотрите, исчисляемое или неисчисляемое. Если неисчисляемое, то пропускаете. Если исчисляемое, то нагласное или не согласное. Например, motivation. Мотивация. Это неисчисляемое, поэтому артикль не нужен. Давайте просто ничего не пишем. Далее aim. Цель. Гласный звук, поэтому an aim. An aim. Result. Результат. Result. Согласный звук, поэтому a result. Progress. Прогресс. Несчисляемое. Поэтому пропускаем. Progress. Success. Успех. Несчисляемое тоже пропускаем. Так что у нас с вами получается с артиклями только an aim, a result. Motivation. Progress. И success. And. Это и. And success. Это неисчисляемое. Далее смотрите. У нас с вами на букву a. На букву a. Это получается a. На звук a. Ну, буква a. Apple. Получается гласный звук an apple. Далее aim. An aim. Далее бой. A boy. Давайте я буду вам время оставлять, подумать, как вы просили. А потом я буду говорить правильный ответ. А вы себя проверяйте. Итак. Перевод, я думаю, нужно озвучивать. A boy. Мальчик. Box. Коробка. A box. Cat. Кошка. A cat. Computer. Компьютер. A computer. Dead. Папа. Father. Это папа. Дяд. Это такое более разговорное. A dead. Egg. Яйцо. An egg. Elephant. Sloan. An elephant. Fox. Лиса. A fox. Father. Папа. Отец. A father. Gift. A gift. Hour. An hour. Idea. Если вам побольше времени нам подумать. Idea. An idea. Верно. Jam. Jam. Несчисляемое. Далее. Jacket. A jacket. Key. A key. Level. A level. Mother. A mother. Mom. A mom. Motivation. Оставляем. Nurse. A nurse. Если вы не помните перевод этих слов, обязательно посмотрите. В любом случае для изграбления посмотрите первый урок. Opportunity. An opportunity. Person. A person. Progress. Оставляем. Quality. Качество. Несчисляемое. Тоже оставляем. Result. A result. System. A system. Sister. A sister. Success. Успех. Несчисляемое. Оставляем. Time. Time. Если значение время, time, то это нечисляемое. Time. University. University. Мы с вами говорим, что если на «е», то у нас это согласный. Звук поэтому получается «a university». A university. Далее. A violin. A violin. A violin. A wolf. Wallet. A wallet. Box. A box. Йога. Йога. Несчисляемое. Zoo. A zoo. Давайте с вами еще раз повторим с артиклями. Итак. An apple. An aim. A boy. A box. A cat. A computer. A dad. An egg. An elephant. A fox. A father. A gift. An hour. An idea. Gem. A jacket. A key. A level. A mother. A mom. Motivation. A nurse. An opportunity. A person. Progress. Quality. A result. A system. A sister. Success. Time. A university. A violin. A wolf. A wallet. A box. Йога. A zoo. В принципе, видите, достаточно все просто у нас с вами получилось. Говорится, все гениальное. Просто. И давай с вами разберем некоторые дополнительные примеры, дополнительные слова. Вот такое упражнение дополнительное. Давай с вами как раз его посмотрим и сделаем. Я думаю, это будет очень полезно. Да, действительно. Давайте разберем какие-то новые слова. И подумаем. Э или Эн. И вообще нужно ли это. Итак, back. Вспоминаем, как переводится back. Back – сумка. Согласный на звук. Поэтому a bag. A bag. Далее с вами разбираем. Следующее. School. School. Школа. A school. A school. Далее. Orange. Orange. Апельсин. Классный звук, поэтому an orange. An orange. Далее. Happiness. 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 Счастье. Несчисляемое. Не нужно. Happiness. Happiness. Далее. Open. Open. Какой ставим артикль? Open. Дал время подумать. Open. Ну, я думаю, некоторые подумают, что an. На самом деле неверно. Не an. Но и не a. Смотрите, в чем здесь подвох. Мы с вами говорили, что артикль ставится перед существительным. Единственное число. Open – это несуществительный. Open имеет два значения. Открытый, прилагательный. Или open – открывать. Поэтому артикль здесь не нужен. То есть здесь никакой артикль не нужен, хотя слово начинается на o. Open – это глагол или прилагательный. Совершенно другое слово. Давайте еще раз, чтобы у нас была хорошая концовка. Насчет end. 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 Соответственно, если просто... End – это конец. Или, в принципе, когда вообще в фильмах, если вы видите, то говорят the end. The end – то есть не просто вообще конец, а конкретный. Если конкретный, то вы используете артикль the. Как раз в следующих уроках мы с вами про это посмотрим. Обычно видите фильмы. The end – это конец. Но давайте с вами еще возьмем слово. Видите, у нас разные как бы есть исключения. Давайте с вами возьмем такое слово, как communication. На самом деле, может показать, что это сложное слово, но это очень нужное слово. Communication означает общение. Какой артикль ставить? A или N? И нужен ли он? Communication – это не шляпы, артикль не ставится. Communication. Communication. Далее. Еще давайте последнее слово. Exam. Экзамен. Значит, нагласный звук, поэтому an exam. An exam. Итак. A bag. A school. An orange. Happiness. Open. Communication. An exam. The end. Ну, не совсем the end. У нас будет теперь повторение. Итак. A computer. A teacher. An apple. An instrument. A channel. A, A, E, O, U. An apple. An egg. An idea. An opportunity. An umbrella. A university. A union. An umbrella. A house. An hour. Countable. One lesson. Two lessons. A lesson. One book. Two books. A book. Uncountable. Water. Love. A bag. A school. An orange. Happiness. Open. Communication. An exam. Ну, не совсем the end. Еще раз повторим то, что у нас с вами было именно с артиклем. А, даже не отсюда, вот отсюда. Motivation. An aim. A result. Progress. Success. An apple. An aim. A boy. A box. A cat. A computer. A dad. An egg. An elephant. A fox. A father. A gift. An hour. An idea. Jam. A jacket. A key. A level. A mother. A mom. Motivation. A nurse. An opportunity. A person. Progress. Quality. A result. A system. A sister. Success. Time. A university. A violin. A wolf. A wallet. A box. Yoga. A zoo. И теперь можно сказать уже смело the end. Конец. Но на самом деле обязательно пишите темы, которую вы хотите разобрать более подробно. И, конечно, спасибо вам. Thanks. See you. Увидимся. Bye.